Эксклюзивный репортаж, результат двухлетнего расследования редакции. Так американское издание Newsweek предваряет свою нашумевшую статью. В ней утверждается, что у Соединенных Штатов есть огромная секретная армия, о которой даже в Пентагоне знают не все. Звучит, конечно, как инспирологическая теория. Однако журналисты настаивают, мол, собраны все необходимые факты. Изучили тысячи резюме и объявления найми, перелопатили множество документов, получили доступ к разведданным, взяли интервью у нескольких сотрудников Минобороны США, как действующих, так и бывших. А в итоге пришли к сенсационным выводам, без преувеличения. Дескать, не менее 60 тысяч человек входят в тайную сеть, которая выполняет для все того же Пентагона различные задания по всему миру, от Африки до Азии, включая, между прочим, одну из самых закрытых стран мира, Северную Корею. Все без исключения, глубоко под прикрытием. Причем, по информации Ньюсвик, тратится на содержание этой структуры гигантские деньги. Порядка 900 миллионов долларов ежегодно. Любителям Бондианы эта статья точно бы понравилась. Но одно дело, художественный фильм, другое, реальность, в которую сложно поверить. Секретная армия США и ее бойцы, работающие по всему миру, как бомба замедленного действия, приведут себя в готовности в военном конфликте, и в мирное время. Самая новая и быстрорастущая группа, это передовые кибербойцы. Они выдают себя за вымышленных лиц в интернете, скрывая свое местоположение, собирают общедоступную информацию. Эти защитные меры включают в себя все, начиная с очистки интернета от явных признаков истинной личности, и заканчивая размещением ложной информации для защиты миссий, минус пишут расследователи. Засекреченные солдаты, по данным солидного издания, работают как в военной форме, так и в гражданском. Если верить расследованию, это не армия в привычном понимании. Здесь и один может быть в поле воен. Что-то взято от работы ЦРУ, но что-то разработано специально для секретного подразделения. Эксклюзивный кадр. Устройство слежения, которое монтируется в каблук ботинка. На этом же фото, основание лампы с подслушивающим устройством. Или вот, знаменитые кирпичи. Это про них минус стены могут видеть и слышать. В группе существует и серьезная, в частности, киберподдержка, логистическая поддержка, чтобы вывести группу боевую в зоны боевых действий, и, конечно, же обеспечит прикрытие. Выполнение таких точечных боевых провокационных задач, которые бы ни в коем случае не налагали моральный отпечаток на вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, это находка. Минус полагает Андрей Кошкин, американист, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова. В рядах секретной армии специальные сотрудники, которые собирают данные о других и готовы размещать свои сведения в час Икс, а еще уничтожать или добавлять ложную информацию в интернете. На службе у подразделения Икс стоят не только правительственные организации, но и те, кто помогает создавать новых людей. Нет, не клонов, но солдат с новой нужной биографией, документами. Частные лица за большие деньги помогают обходить даже контроль отпечатков пальцев. По данным Ньюсвик, с помощью специального силиконового рукава для рук, который используют для подмены конечностей. Десятки малоизвестных и секретных правительственных организаций поддерживают эту программу, выдавая секретные контракты и контролируя публично непризнанные операции. В общей сложности компании ежегодно тратят более 900 миллионов долларов на обслуживание тайных сил, делая все, начиная с создания фальшивых документов и оплаты счетов, налогов, физических лиц, работающих под вымышленными именами. Более половины секретных американских военных составляют силы специальных операций. Официально бойцы подразделения преследуют террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки, но также все чаще работают в непризнанных горячих точках, в том числе, в тылу врага, в таких местах, как Северная Корея и Иран. В статье фигурирует сразу несколько стран. Есть государственные отношения, есть обязательства, договора, которые берут на себя государства. А есть частная военная компания, которая является как бы коммерческой структурой, деятельность которой не подпадает под те или иные международные соглашения. Минус поясняет Александр Ширин, первый заместитель комитета Государственной думы РФ по обороне. Отдельный абзац в расследовании отведен событием 2013 года в России. Тогда третий секретарь посольства США был выслан из страны. Спецслужбы обнаружили у него странную коллекцию из париков, очки и атлас Москвы. История многим показалась шутливой. Но именно этого дипломата журналисты считают одним из бойцов секретной армии. После публикации своего расследования журналистом Ньюсвик не до шуток. В статье приводят даже воспоминания бывшего участника спецподразделения и, судя по всему, это не последнее признание. У эксклюзива явно будет продолжение.